Для инвесторов основные вещи, которые востребованы, первое, это аналитика по секторам рынка. Потому что инвестируя в какой-то проект, нужно четко понимать, что творится вокруг него. Поэтому, на самом деле, инвестфондам больше всего нужны глубокие исследования отдельных рынков России. Пункт номер два, что нужно инвесторам, это исследование команд. То есть исследование команд, что умеют делать команды, экспертизы команд, проектов, всякое разное такое. Пункт номер три, что очень важно командам, что очень важно компаниям, что очень важно инвесторам, это исследование сделок, кейсов и так далее. То есть рынок непрозрачный, наш особенно, есть рынки более прозрачные, чем российские. И поскольку рынок очень непрозрачный, то очень нужно исследование того, что, собственно, купилось, что не купилось, за какие деньги, кто чего предложил. Потому что кейсы, на самом деле, они, там, играют две роли, бенчмаркинга и обучение рынка. Обучение рынка не так важно для инвестфондов, хотя важно, потому что многие инвестфонды не умеют выходить на этот рынок, ориентируясь, там, либо на другие рынки, либо на другие страновые рынки, либо на другие рынки инвестиций. Во-вторых, конечно, и это обучение. А во-вторых, конечно, это бенчмаркинг, чтобы понимать, что вот этот проект получил вот такие деньги, а значит и так далее. Потому что, кроме, собственно, оценки рисков, оценки перспектив, там всегда есть бенчмаркинг. Вот это вот три таких основных сегмента, три основных направления, которые, в первую очередь, нужны инвестфондам. Е-коммерс в отдельных сегментах, это, безусловно, такой самый понятный тренд, да, технологические проекты в области мобильных и сращивания мобильных с интернетом и социальными сетями в частности, именно технологические проекты, вот, и проекты, направленные даже не е-коммерс, а услуги для розничного, для консюмеров, да, для массовых консюмеров в отдельных сегментах. Вот эти три направления наиболее перспективны. Но это обусловлено тем, что у нас очень странная ситуация с выходом из стартапа, и эти направления перспективны тем, что они самоценны, то есть они сами по себе являются достаточно хорошим вложением, и там в течение очень многих лет будут либо приносить либо прибыль, либо полномерно развиваться. Другое дело, что вот сейчас, вот в этом году, как раз в 2011, появляется некоторое количество стратегических инвесторов, которые добавляют интересов, да, например, такой стратегический инвестор, как Яндекс, он добавляет интересов в технологическом сегменте, ну, касающемся, в первую очередь, поиска, то, чего, в общем, не было, а в вторую очередь, геосистем, геопозиционирование и так далее. То есть, ну, вот какие такие вещи, да, появление еще стратегических инвесторов на этом рынке добавит других интересов. То есть, самые перспективные сегменты, это либо сегменты, которые являются самыми перспективными в силу развития интернета, их я перечислил, вот, и также те сегменты, которые интересны стратегическим инвесторам.